Пресс-конференция 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 семей, имеющих детей, который дал старт важнейшему национальному проекту. С тех пор действие программы материнского семейного капитала неоднократно продлевалось. В прошлом году ее действия продлили до конца 2021 года. Ну, казалось бы, столько времени уже прошло, что можно нового сказать об использовании средств материнского капитала. Ну, слава богу, у нас рождаемость имеет место быть, у нас появляются вторые, третьи дети в семье, и, соответственно, эта информация, мы полагаем, будет небезразлична всем этим молодым мамочкам и папочкам, которые решат использовать вот эти средства материнского капитала. Ну, в первую очередь, давайте все-таки вспомним, что же это такое материнский семейный капитал, и кто может его получить? Для ответа на этот вопрос я предлагаю слово, наверное, Галине Михайловне. Пожалуйста. Ну, как уже Венера Хаттин сказала, это правильно, это материнский семейный капитал, это действительно дополнительная мера государственной поддержки семей, имеющих детей. Программа действует уже долгое время, с 2007 года, и будет действовать до 2021 года, до конца 2021 года. И, скорее всего, она будет, да, и как раз это и хотела сказать, что уже разговоры идут в правительстве и в Госдуме о том, что она будет продлена уже, вероятнее всего, до 2025 года. Но до 2023 года это точно, наверное, продлится. Это говорит о том, что право граждан имеет, эта программа, это доп. меры господдержки, говорит о том, что граждане России имеют вот право на эту поддержку. Какие граждане? Те, кто родили второго, либо последующих, либо родившие, либо усыновившие второго, третьего и последующих детей. Граждан России именно в этот период. Обращаться за сертификатом, за получением этого права, о том, что действительно он имеет право гражданин, временем не ограничено. Не говорит о том, что он сегодня родил ребеночка, мамочка, и ей необходимо сразу идти за получением сертификата. Время государства не ограничено на получение этого сертификата. Так же, как и распоряжением этими средствами тоже не ограничено. Поэтому потребности вот сразу распоряжаются, только если личная их потребность распорядится, и если она соответствует нормам, которые предусмотрены на распоряжении, вот она этим временем как бы подстегивает обращение. Все остальное государство дает право, независимо от того, когда гражданин захочет прийти. Вот это не это самое. Единственное, что сертификат дается один раз. Вот это вот ограничили. Один только раз сертификат, и эта сумма может быть только одной. Один раз его использовано. Размер на сегодняшний день материнского семейного капитала 453 тысячи 26 рублей. На следующий год планируется его индексация. Ежегодная. Причем ежегодная индексация? Нет. Сейчас мониторинг. Мониторинг. Потому что начинался ведь, когда начали выдавать первые материнские капиталы, сертификаты на материнский капитал, сумма составляла 250 тысяч рублей. На сегодняшний день она уже увеличилась. А на что можно направить вот эти средства материнского капитала? Ну, давайте я сначала скажу, как можно его получить. Да, хорошо. А потом уже сразу продолжат, на что направить. Получить его можно, обратившись в районное управление, территориальное управление, с заявлением и с документами необходимым. Пакет документов минимален. Это паспорт гражданина России, мамы, и свидетельство о рождении детей. В некоторых случаях иногда там необходимы дополнительные документы, как смена фамилии, если мама неоднократно выходила замуж, и дети под разными фамилиями. Ну и различные, если мама родила за пределами России, там тоже подтверждение документов дополнительных. Это исключительный случай. А в основном это, в общем-то, минимальный пакет. Галина Михайловна, а папа может получить сертификат? Папа может, в определенных случаях, если он единственный усыновитель детей. Или мама умерла во время. Либо переход права, либо как переход права, правообраза возникло у мамы, а потом, когда случилось что-то, оно перешло либо к папе, либо уже, если и папа, то тогда к детям. Это как переход. Обратиться граждане могут не только в территориальный орган пенсионного фонда, но и через МФЦ подать заявление, либо через личный кабинет гражданина. У нас сейчас электронные сервисы очень хорошо развиты. И наш контингент, наши граждане очень этим пользуются. Поэтому очень много обращений как раз вот этих граждан через портал идет. И в ПГУ, или личный кабинет пенсионного фонда. Могут также подать почтой, ну это исключение, это редкий, конечно, случай за получением сертификата, если они там не могут обратиться, но это исключение. Его можно получить как в электронном виде сертификат, как в бумажном. Но основная масса граждан, естественно, хотят получить бумажный сертификат. В нашем регионе как-то электронный пока не сильно идет, но это, вероятнее, это будущее будет. Решение на сертификат у нас выносится вот это вот одно из изменений, которое вот у нас было в этом году по вот сертификатам и по нашему материнскому металлу. Сроки рассмотрения заявления на сертификат сократились. Раньше у нас было месяц рассмотрения, сейчас сроки рассмотрились, сократились до 15 дней. Поэтому в этом случае это как раз все во благо мамочки, если действительно, если, тем более, у них есть кредит и нужно его погашать. Тут, в общем-то, сроки уже сократились. Как когда-то у нас были сокращены сроки перечисления средств на материнский капитал, сейчас все минимизировано. Но, опять же, 15 дней у нас установлено для того, чтобы мы сделали... У нас же есть еще период, когда мы делаем запрос, предусмотренный законодательно, что мы должны проверить граждан на, скажем так, компетентных органах, о том, совершались ли преступления против личности, не лишалась ли мамочка прав на детей. В общем, проверить вот это вот как раз подоплеку. — Определенные обстоятельства установить. — Определенные обстоятельства установить. И если ответы, поскольку СМЭФ у нас не со всеми еще развит, и не со всеми органами еще работает, вот для этого срок 15 дней предусмотрен. Если у нас все ответы в течение 15 дней пришли, и мы в течение 15 дней выносим срок решения обдовлетворения, либо, если иногда там бывают, и отказы. Но, к сожалению, не всегда приходят ответы, особенно если там вот ЗАГС у нас не всегда, тут недавно были проблемы как бы с ЗАГСом, это самое, я имею в виду, по взаимосвязи, взаимодействию, электронное взаимодействие. Не всегда срабатывает, это все еще новая техника, всякое бывает, и поэтому иногда не приходят ответы, особенно если ребенок рожден, скажем, на Дальнем Востоке или в другом регионе, понятно, что связь долгая, и поэтому иногда ответы не своевременно приходят, и в 15-дневный срок мы не выносим решение, мы тогда его приостанавливаем, это решение, гражданин уведомляется о том, что его заявление о рассмотрении приостановлено, и ждем ответы. Но конечный срок — месяц. Если в течение месяца не пришел ответ, то мы все равно выносим решение. Но таких случаев как бы нет, мы в течение месяца выносим однозначно решение. Просто иногда сейчас вот как раз бывают обращения, у нас участились, что мамочки получили вот это вот временное приостаново, и они сразу волнуются, сразу к нам обращаются, пишут волнение. Это временная мера, однозначно, это не говорит на то, что мы уже отказали. Поэтому в течение месяца также выносится решение и информируем. На что можно направить? Ну, самое распространенное — это улучшение жилищных условий. Оно самое востребованное и самое всем известное, поэтому все и ждут этот сертификат. Второе направление, скажем, по востребованности сейчас особенно очень развито, начинается еще больше развиваться, и очень востребованнее — это образование детей. Вот с первого года было как-то единицы, а сейчас у нас прям волна идет, как раз конец учебного года и начало учебного года. Это очень много. Сейчас и дети подросли, те, которые первые были, поэтому, поскольку не только сертифицированный ребенок может иметь право, но и все дети, поэтому старшие дети пошли учиться в высшее учебное заведение, среднее. Вот это очень востребовано. И, естественно, цена на учебу очень возросла, поэтому это очень актуально. Ну, формирование накопительной пенсии матери — это третье направление. Тоже, кстати, с первых годов как-то вообще стояло, а сейчас уже идет, идет, и, в общем-то, мамочки обращаются, особенно у кого, вот, скажем, предпенсионный возраст, они вот пишут заявление, и кто-то часть суммы, если еще не востребовали, кладет, кто-то всю сумму направляет вот на пенсию, и потом она действительно существенно увеличивается. Поэтому это тоже воспользовалось, это направление. Третье направление — это на приобретение товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидов. Ну, оно как бы, действительно, как бы социально нужно, это направление, особенно вот иногда до того, как это внесли, вот это изменение, очень были такие кричащие обращения, когда вот действительно ребенок умирает, вот нужно, но не было вот этого изменения. Изменения есть сейчас, но вот в нашем регионе оно пока не имеет места быть. Это, может быть, это к счастью, значит, в общем-то, нашим детям, но и все-таки из других источников, наверное, наша правительство все-таки дает поддержку и помогает, либо еще что-то. Поэтому, поскольку это направление, эти семьи не совсем уже как бы без помощи государство остается, они все-таки и бесплатные, получают по 181-му федеральному закону, получают помощь. Ну, а здесь это еще дополнительно, когда исключение хотят это самое получить. Поэтому в этом случае это направление менее развитое. И третье направление, то есть четвертое направление, пятое уже даже, господи, пятое направление, молодец, генерал, вы что-то считаете. Это последнее, это новое с 18-го года, это вот ежемесячная денежная выплата, опять же, на нуждающимся матерям, которые малоимущие. Вот это новое направление, которое тоже у нас тихо-тихо начиналось, но сейчас очень и очень пользуется спросом. Это ежемесячная денежная выплата граждан с низким доходом, у кого прожиточное меню на члены семьи, меньше полуторакратного размера. В общем-то, в настоящее время это существенный размер ежемесячной выплаты, 9992, почти 10 тысяч ежемесячно граждане получают. В нашем регионе это тоже очень... А с января месяца будут изменения, уже эти изменения уже правительство приняло, и с 1 января 2020 года выплата будет уже... Ограничение будет не полуторакратным размером этого прожиточного меню, а двухкратным. Это говорит о том, что вот сейчас некоторым гражданам мы уже отказывали, из-за того, что действительно они по доходам не проходят. Мы предполагаем, что все-таки двухкратный размер, это практически каждый желающий воспользоваться, будет получать. Потому что единицы, наверное, кому будем отказывать. Поэтому количество обращений будет гораздо больше, потому что получить просто, зачем, если он есть, пойти и получать его ежемесячно, это очень удобно. И он будет продлен до трех лет. Если сейчас ограничение до полутора лет, граждане обращаются дважды. Сначала мы до года платим, потом еще гражданин обращается, мы платим до полутора. Это будет выплато до трех лет. Поэтому если гражданин пришел сразу, он практически за три года все выберет, всю сумму. И не надо будет потом на что-то другое кратиться. Но это, опять же, если захотят, чтобы ему сейчас ежемесячно кто-то хочет сразу всю сумму получить. Это, опять же, эти направления погашения кредитов, взяток на жилье, и уже, как я и сказала вначале, они самые востребованные. И процентом отношений, это 72% от всех, это вот обращение, это идет на улучшение жилищных условий. Понятно, сумма большая, и это хорошее подспорье гражданам. Я, наверное, увлеклась. Нет, нет. Я прошу вас продолжить. Когда можно получить, использовать, распорядиться? Сроки распорядления, когда можно распорядиться? Да, ветеринского капитала. Опять же, государство, как бы, изначально в законе было предусмотрено по истечении трех лет, можно было распоряжаться, но вот за эти годы, уже больше 10 лет, как бы, программа действует, и за эти годы претерпело вот множество изменений, как по срокам выплаты при распоряжении, когда-то это было вообще раз в год, мы через полгода только начинали перечислять, это было вот изначально, когда в законе. А сейчас сроки перечисления даже вот сократились до минимума, месяц на рассмотрение заявления и 10 дней рабочих для перечисления. Поэтому практически вот по графику у нас идут платежи, поэтому месяц небольшим, и человек обратился, и уже месяц небольшим он уже получает. А если человек обратился за сертификатом, и вот все сложилось, в течение двух месяцев деньги уже у человека. Поэтому вот исключение как раз трехлетний срок у нас ушел, и вот убрали это вот трехлетнее ограничение по обращению по УЖУ при погашении кредитов. Поэтому если у граждан кредит уже есть, однозначно я могу сразу обратиться и это самое погасить. При первоначальном сносе получения кредит на улучшение жилищных условий, либо на строительство жилья. И опять же, если дети инвалиды, при выплате по детям инвалидам, и ежемесячная денежная выплата. Дошкольное образование еще. Образование, если высшее учебное, это после трех лет. А вот дошкольное в садике, это вот тоже, кстати, очень востребовано у нас, и мамочки сейчас обращаются очень много. И после трех лет это уже улучшение жилищных условий, это купли-продажи, долевое строительство, формирование накопительной пенсии матери и образование, как я сказала, в других учебных учреждениях. Вот такие могу сказать еще статистику, если хотите. Именно какие суммы за это более 10 лет, сколько мы уже перечислили. Наверное, это очень интересно. Это очень интересно. В настоящее время, на сегодняшний день, у нас уже более 70 тысяч владельцев сертификатов. Это большое количество. По Ульяновской области. По Ульяновской области. В ближайшее время мы уже прям это... Мы планируем в этом году 75-тысячного владельца сертификата как бы дождаться. Это, в общем-то, большое. Когда-то мы их награждали, это мы вручали подарки, это участвовали. Сейчас эта программа уже как бы давно развита, и это уже ничем не удивишь их. Из вот этих 70 с лишним тысяч, почти 60% уже распределились полностью, полностью погасили. В сумме это почти 20 миллиардов рублей. 20 миллиардов. Это очень громадная сумма, вот уже получена гражданами. Поэтому вот основной, конечно, как я сказала, 72% это уже улучшение жилищных условий. Из них, конечно, масса, вот основная масса, это почти 50% из них, это погашение кредитов. Это самое востребованное направление. Ну, 5% идет на образование детей, ну, и там уже совсем по чуть-чуть идет, конечно. В той массе это, конечно, накопительная пенсия матери, это совсем чуть-чуть. И ежемесячные денежные выплаты, это очень большое тоже. Вот сейчас уже миллионы уходят, конечно, это новое направление, и вроде как не так это самое, их много. Но если вот в 2018 году их было 300 человек только начиналось, а сейчас их уже почти 500, еще полгода только прошло. Вот поэтому, говорю, вот я говорю о том, что востребовано, и есть ограничения вот по полуторкратному размеру. Поэтому говорим о том, что на следующий год это, скорее всего, будет очень большое уже обращение, гораздо больше. Догонит улучшение жилищных условий. Ну, жилищных-то нет, наверное, потому что все равно, как бы, лучше, наверное, всю сумму и сразу положить все в кредит. Все-таки кредиты, это, да, чем 20 лет, но это, опять же, нуждающимся у всех разной ситуации. Кому что-то нужно, кому как. Еще такие вопросы. Какие-то еще изменения. Ну, мы, наверное, тогда сейчас остановимся на самом востребованном направлении. Это направление, которое, когда направляются средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Здесь, конечно же, есть очень много... Закон не ограничивает граждан, они могут свои жилищные условия улучшать различными способами. Способы законы определены в законе, и, в принципе, они возможны, и их огромное количество. Что же здесь может быть? Каким образом можно использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий? Ну, в первую очередь, это путем заключения договора о купле и продаже жилого помещения с любым физическим или юридическим лицом. И оплата в данной ситуации может идти только за счет средств материнского капитала, либо за счет совместных средств. То есть средств, которые накоплены родителями, и плюс использование средств материнского капитала. Как подробнее оформить, я попозже нам Елена Викторовна расскажет, а я сейчас пока пути перечислю. На что можно использовать еще средства материнского капитала для улучшения жилищных условий? Следующий путь – это если семья вступит и участвует в жилищно-строительных, жилищно-накопительных кооперативах. Вот эти денежные средства тоже могут быть направлены на погашение соответствующих членских взносов в эти кооперативы. Также путем заключения договора долевого участия в строительстве. Когда на стадии строительства ставится вопрос о приобретении жилого помещения, и, соответственно, тоже оплачивается за счет средств материнского капитала. Причем, ну, достаточно, ведь на стадии начального строительства жилищные помещения, они достаточно дешевле, чем на вторичном рынке, тогда, когда они уже готовы. И, наверное, для молодой семьи этот фактор будет иметь какое-то огромное значение. Также может быть использованы средства, сертификат материнского капитала на новое строительство жилого дома на земельном участке. Причем земельный участок за счет средств материнского капитала не оплачивается. Только речь может идти о жилом доме. Вот такая здесь вот особенность. Можно реконструировать старый жилой дом и также эти же средства направить на реконструкцию. А ведь зачастую у нас реконструкция – это практически строительство новых каких-то пристроев, которые необходимы для развития именно и проживания комфортных условий детей. Причем реконструкцию, строительство можно вести как собственными силами, так и заключать договоры подряда как с физическими, так и с юридическими лицами. Вот на эти моменты, я полагаю, нужно гражданам нашим обратить внимание, потому что расхожее мнение, что на средства сертификата по материнскому капиталу можно что-то только купить. Но вот на такие моменты, я тоже полагаю, вам необходимо обратить внимание. Также в рамках улучшения жилищных условий материнский капитал может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении кредита займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья. Хочу обратить внимание, что государство крайне негативно относится к получению займа у организаций, которые микрозаймы. И отказов, в общем-то, я не видела, может быть я ошибаюсь, есть отказы. Но я бы обратила ваше внимание, что в принципе банковские программы, которые сейчас существуют, они направлены на защиту прав и законных интересов граждан. И проценты по, опять-таки, поручению президента Российской Федерации снижены. Поэтому, наверное, лучше, наверное, как-то заключать договоры с соответствующими банковскими организациями. Также можно направить средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе по ипотечному, на приобретение или строительство жилья, за исключением штрафов, комиссий, пений, за просрочку исполнения обязательства по указанному кредиту займу. А также, если вот этот кредит возник до возникновения права на получение сертификата. Нет. Нет? Есть ограничения, нет. То есть можно. Можно. Я правильно говорю, что можно. То есть вы начали строить дом, родился второй ребенок, дом-то уже строится, вы все равно можете уже использовать средства материнского капитала по достижению определенного возраста на строительство, уже начатое строительство. Нет, вы можете взять кредит, не будучи дальше замужем, купить себе жилье, взять кредит и потихонечку погашать. Потом вы вышли замуж, потом вы родили детей первого, второго, и потом только пришли за кредитом погашать. Вот, и это тоже возможно. Даже если супруг не был, на нем был супруг, да, это тоже возможно. В зарегистрированном браке тоже можно средства материнского капитала погасить, так, в кредитах. То есть сейчас все больше и больше направлений, которые возможны для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, они расширяются. И поэтому, если возникает вопрос, лучше прийти в управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области. И я думаю, вам там дадут совершенно квалифицированную консультацию, вот именно в части того, куда можно направить средства материнского капитала. А сейчас я слово предоставлю Елене Викторовне, она очень кратко расскажет о том, что же впоследствии, когда будет приобретено жилое помещение, что же вначале, что нужно делать до, потом, что делать после. Ну да, если семья решила все-таки направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, здесь могут быть разные ситуации. Иногда жилое помещение может быть уже изначально приобретено на всех членов семьи и на родителей, и на детей. В этом случае к нам обращаться к нотариусу гражданам не придется. Но вот поскольку, как уже вот из вышесказанного ясно, материнский капитал предоставляется на всех членов семьи, и он предоставляется только на том условии, что каждый из членов семьи будет иметь долю в жилом помещении, а иногда по каким-то объективным причинам жилое помещение приобретено на одного или нескольких членов семьи, но не на всех. Вот в этой ситуации гражданам придется, как правило, дважды обратиться к нотариусу. Первый момент – это обязательно требуется оформить обязательства от всех собственников жилого помещения. Оформить это жилое помещение, приобретаемое с использованием средств материнского семейного капитала в собственность лица, которому предоставлен материнский капитал, его супруга, а также первого, второго, третьего и последующих детей. Вот это обязательство оформляется нотариально, как я уже сказала, оформляется оно от собственников жилого помещения, и, в общем-то, для его оформления необходимо лишь обратиться к нотариусу, указанным лицам собственникам жилого помещения, и предоставить непосредственно сам сертификат на материнский капитал. Но это только первый шаг. После того, как это обязательство оформлено, суть его как раз и заключается в том, что собственники жилого помещения обязуются в последующем, в сроки, которые прямо предусмотрены законом, выделить всем остальным членам семьи, у которых доли в жилом помещении еще нет, определенную долю. Вот когда эти сроки наступают, эти сроки в разных случаях разные, ну, например, если приобретается жилье, если материнский капитал направляется на погашение кредита, этот срок 6 месяцев с момента снятия обременения, в других случаях другие могут быть сроки. Вот по наступлению этого срока члены семьи, собственники жилого помещения обязаны выделить всем остальным членам семьи доли, которые устанавливаются ими по соглашению. Причем доля должна быть выделена, как я уже сказала, первому, второму, третьему и последующим детям. То есть столько детей, сколько будет на момент заключения этого соглашения, все они должны получить определенную долю. Здесь стоит вопрос, встает о размере этой доли. А еще мама и папа обязательно должны получить долю. Ну да, да, все эти родители обязательно, то есть сама женщина, которая получила ее, супруг, а также все дети, сколько их будет. Размер доли здесь, как я сказала, уже определяется сторонами по соглашению, но закон исходит из того, что все родители и дети имеют равное право на стоимость, на размер самого материнского капитала. И решая вопрос о размере доли, здесь практика идет по тому пути, что доля рассчитывается исходя из размера стоимости не всей квартиры, а именно из размера материнского капитала. Хотя, естественно, можно выделить доли и более большие, чем доля пропорциональная размеру материнского капитала. Вот второй поход к нотариусу как раз и будет связан с заключением вот этого соглашения об определении долей, в результате которого регистрируется право собственности уже на родителей и на всех детей. Женщина, которая получила право на материнский капитал. Ну, по поводу документов, какие должны предоставляться нотариусу, я думаю, что здесь не стоит говорить, потому что ситуации очень много и они разные. Но основное и главное, это вот должны присутствовать все лица, которые подписывают договор совершеннолетний, естественно, и предоставить проустанавливающие документы. Большинство из необходимых документов нотариус собирает сам путем запросов в Росреестр. Вот у меня, пожалуй, все. Ну да, я, наверное, только бы добавила, что в нашей области при удостоверении соглашения о выделии доли по материнскому капиталу предусмотрена 50% льгота для этой категории семей. А сейчас бы я хотела обратиться к Галине Михайловне и попросить ее прямо двумя словами сказать о том, что нового изменилось в части контроля за приобретаемым жилым помещением в закон о 29 марта 2019 года. 37 ФЗ. Да, да. Ну, этот закон нам предусмотрен, начну с того, что этот закон как раз обязывает с 29 марта, возложил нас, обязанность контролировать... Качество жилья. Качество жилья. Именно мы направляем теперь запросы о пригодности, непригодности жилья приобретаемого. Многоквартирные, если дома, значит, аварийные, не аварийные ли они дома. Непригодные для проживания. Непригодные для проживания. Данные запросы мы направляем в органы местного самоуправления, в органы государственного жилищного надзора и органы муниципального жилищного надзора контроля. В нашу область сложилась такая практика. Мы вот по районам области, эти запросы уходят в межведомственные комиссии каждого муниципального образования в администрациях района. А вот по городу Ульяновску у нас это муниципальное управление ЖКХ и благоустройство по городу Ульяновску, вот на Карломарце. Эту информацию мы на каждое обращение по жилью делаем, за исключением только где новое строительство. Новое строительство мы не проверяем. Понятно, что проверять оно новое. И если получен будет отрицательный ответ, то есть тогда будет и отказ в проведении выплат по оплате по материнскому капиталу на улучшение жилищных условий. Уважаемые наши слушатели, к сожалению, время у нас заканчивается, а материал мы весь полностью не успели осветить, времени маловато. Но мы готовы ответить на любые ваши вопросы, которые, соответственно, поступят, наверное, в электронном виде. Либо вы можете обратиться в нотариальную палату, вы можете обратиться в управление пенсионного фонда, и каждому индивидуально будет дана консультация. Спасибо за внимание. До свидания.